Всем привет! Сегодня будем печь очень вкусный вишневый пирог. Самое сложное в его приготовлении это удалить из вишен косточки. Целых 5 способов как это сделать быстро можно посмотреть по ссылке в подсказках или в описании под видео. В описании вы также найдете весь перечень и количество необходимых ингредиентов. Освобожденные от косточек вишни посыпаем сахарной пудрой. Перемешиваем и отцеживаем с помощью сита. Форму для выпекания смазываем растопленным маргарином или маслом и хорошо обсыпаем панировочными сухарями. Теперь готовим тесто. Разделяем яйца на желтки и белки. В белки добавляем щепотку соли, взбиваем их до мягких пиков, а затем не прекращая взбивать, подсыпаем небольшими порциями половину нормы сахара. В другую миску высыпаем оставшийся сахар, добавляем остывший растопленный маргарин, ванильный сахар и хорошо взбиваем. Добавляем яичные желтки и продолжаем взбивать до однородного состояния. Дальше в получившуюся массу перекладываем взбитые белки. Аккуратно все перемешиваем. И начинаем порциями подсыпать просеянную муку. В итоге тесто должно получиться, как на оладьи. Выливаем его в подготовленную форму. Равномерно распределяем по всей плоскости. Сверху раскладываем вишни и отправляем в нагретую духовку. Выпекаем 30-35 минут при температуре 200 градусов. Готовность проверяем зубочисткой. Она должна остаться сухой. При подаче посыпаем пирог с сахарной пудрой и украшаем ягодами. Вот и все. Очень вкусный вишневый пирог готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!